Эта лекция была начата вообще с год назад, но тогда оказалось, что причин очень много разных, и задний раз, и сказать, о них сложно. Поэтому я заказала, например, за ларин того, что было задумано, и, готовясь к сегодняшней лекции, мне пришлось даже самым быстрым промотать прошлогодние видео, чтобы не понять, о чем там бывает. Я там рассказывала про личинок, в основном, как похож на животных, когда одну не показывала презентацию, а рисовала все другую. Ну, поскольку дело было год назад, наверное, не все там присутствовали, давайте очень быстро я подвижу все. О содержании первой части, а потом я продолжу. В основном, мы поговорили тогда о том, что такое вообще личинки. Личинка – это какая-то стадия развития животных, у которых наблюдается развитие сметаморкоза, то есть превращения. Когда взрослая стадия отличается от ранних стадий, необходимо, чтобы строение организма изменилось, и в плеченке получилось взрослая животная. А это и есть сметаморкоз, которые превращаются. Соответственно, у тех животных, у кого такого заметного превращения не происходит, в общем, мы о стадии личинка говорим бессмысленно. Личинка развивается в результате полового размножения, то есть если мы будем говорить, например, про бесполое размножение, там тоже слово «лечинка» в общем-то не применяется. То есть в том, кто почку, который превращается, называют «лечинка», потому что «лечинка» – это стадия развития организма из яйца. Ну, и обычно говорят о «лечинках», когда эта стадия существует самостоятельно в небо телецкого организма, а не внутри него. Ну, у паразитов может назваться личинкой то, что живет в организме хозяина, но этот организм хозяина является его внешней средой, поэтому тут, в общем-то, это правило тоже применяется. Ну, и еще личинка – это неполобозрелая стадия, да, хотя бывают применения в небе и педагинезе, нет, и не – это способность в половом размножении на личиночной стадии, когда, в общем, личиночное строение организма сохраняется, но вот этот вот, вроде бы, личиночный организм имеет функционирующую половую систему, может, самовмноженности, да. Какую роль выполняют личинки в жизненном цикле? Прежде всего, расселение, это особенно актуально для неподвижных животных, всяких прикрепленных, да, и у паразитов расселение подразумевают еще и заражение хозяина, поэтому личинам должны быть какие-то приспособления для того, чтобы хозяина заражать, а не как его тело. И распространенная тоже роль личинок – это питание. Часто личинки используют какие-то пищевые ресурсы, которые недоступны взрослому организму или не подходят к каким-то причинам, и это позволяет, то, что разные стадии питаются разной пищей, позволяет виду осваивать гораздо больше объем пищевых ресурсов, да, и наращивать свою численность. Ну, вот, вредный слайд, потому что личинки часто выполняют усилительную роль, да, плавающую в толщу воды, и у многих морских животных наблюдается, так называемый, плавающий, бенетический жизненный цикл, когда есть стадия плавающего в толщу воды, патологическая, и чаще всего это личинка. И есть стадия, живущая на дне, то есть бенция, да, и обычно это взрослая форма, вот тут это показывает на примере поличных червей, и показывает, что личинки бывают питающиеся и не питающиеся, да. Питающиеся сами из воды в воду, там, плактоны, гидрит, бактерии, что-то такое, а лицетотропные личинки, это такие, которые живут за счет запаса желтка. Ну и иногда бывает, что стадия личинки исчезает вообще, тогда мы говорим про прямое развитие, да, когда сразу появляется стадия по строению и образу жизни похожего на взрослый адаптик. После этого я нарисовала какую-то схему, общую схему жительного цикла для разных представителей группы животных. Но для того, чтобы говорить про причинок таких сибириологов, нам принялись вообще систему животных, хотя бы привезли. Поэтому в прошлый раз я нарисовала самую общую схему, как мы сейчас представляем себе эволюционные взрослые отношения разных животных. Одним из самых примитивных типов животных считаются губки, которые в огромном состоянии даже не имеют нормальных образовок ткани. Дальше есть кишечно-полосные, которые правильнее называются волоски тканищими. Это так называемые гуслоиды животных, у которых есть только эфтодерма и эфтодерма. Да, все животные трехслойные, более сложные, относятся вот к самым большим объектам животного царства, которые называются пилоты. Ну тут есть еще, конечно, пилоты-гребневики и тип пластинчатые, куда трепоклоксы относятся. Но о них обычно со школьниками как-то не принято разговаривать. Кто, например, из вас, да, вот такие пилоты-гребневики? О, довольно много, отлично. А трепоклоксы кто знает? Молодцы. Вот, смысл в чем? Что положение гребневиков и трепоклоксов на этом деле не очень определенное. Обычно трепоклоксы помещают вот сюда, где-то между пубками и стрекающими. Вот, а с гребневиками все еще сложнее, потому что по одни данные они должны находиться, которые в клеточках не могут быть, но в последние два-три года очень удобная тема, и являются ли у гребневики вообще самыми кредитивными, многоцветчными животными, в смысле раньше всего отделившимися от общего ствола. Да? Ну, давайте пока решим вот так. Ну, кто знает о гребневиках, тот молодец, я сегодня не укладываю. А вот все прочие, все прочие животные начинают отсюда, это животное треугольное. И двусторонне симметричное. Поэтому вот общим словом не надо еще лучше от белоты. Потому что есть белотеральная сеть. И все белотыни делятся на четыре круглые пульты. Одна и вторичная рота. Вторая и вторичная рота. Кордовая, глоссожая и полукордовая. Да? Всего три типа животных. Кордовая, полукордовая и глоссожая. А всех, кто у вас остался, где-то так называемые первичные роты. То есть туда тоже большинство типов животных. Откуда взялись слова первичной роты и вторичной роты? Понятно? Да? Это имеет отношение к особенностям материала. Так вот, первичный роты по сантиментам понимания. Это для роддам. Круппопорных животных. Круппопорных животных. Щупальцевых. Круппопорных. Круппопорных. Щупальцевых. 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 И меняющих. Кто относится к другому животным? Молюски. Кончатые черви. Плоские черви. Немертийные. Немертийные. Ну и многие другие. Да? Кто относится к щупальцам? Шанки. Параниды. Параниды и парфиаколы. Третья. Ореняющие. Это кто такие? Немистоногие. Круглые черви. Еще? Пикапотки. Амихофоры. Волосатики. Да? Все эти приаполиды. Все эти приаполиды. Не обязательно знаю все эти группы. Еще успеется. Да? Но хорошо, что вы имеете об этом представление. Я рада, что вы тихонечку это знание проникает. Что-то у нас. Вот. А почему мне это нужно? Потому что в прошлый раз я рассказывала сначала про личин книжек многофлечных. Ну вот губки. Да? Губки неподвижные животные. Поэтому у них должна быть плавающая личинка для того, чтобы было возможно расселение. Обычно у губок личинки не питаются. Имеют клетки с лесничками на поверхности и плавают в морской воде. В морских губок бывают такие личинки. А потом они отсюдают в дно и проходят метамархоз. Обычно личинка прикрепляется с вами береги в конце к родну. И ее клетки переползают с места на место. Так что клетки бывшие на береги в конце личинки образуют наружные слои клеток. К родной клетки. Спина подает опять и входит иногда. А клетки, которые были на заднем конце, дают внутривистые клетки. Воротничковые клетки, которые обеспечивают питание. Ну, разные клетки очень отличаются друг к другу. Да, бывают просто такие личинки в виде пласту, пузырек из наружных клеток. Да, причем эти клетки должны быть все одинаковые, бутиковые. Вот. Иногда клетки на переднем и заднем конце отличаются. Иногда бывает личинки более сложных, в которых внутри уже формировалась такая-то клеточная масса. Да, очень сложная. И такая личинка уже представляет собой помежуточную заднюю мороза. Когда она седает, это уже почти доходно. Вот. У кишечных полосок, да, это устрикающая. Все знают, что у них базовый жизненный цикл, это чередование поколения полипов и медуз. Да, поэтому полипов – это сколовое поколение, а медуза – полород. Соответственно, личинка образуется при размножении медуз. И у большинства кишечных полосок тоже это личинка не питающаяся, но с ресничками. Называется она плава. У кишечных полосок вот такая личинка оседает на дно, и из нее вырастают поля. Дальше уже полип размножается без полосок способом, когда дает сложность колонны. То есть вот при размножении полипов, да, на каких личинок не получается. Личинки получаются, да, с полового размножения медуза. Ну, иногда какое-то поколение, например, медуза полоска попадает из жизненного цикла, так происходит у пресноводных гидры. Вот, и тогда никакой уже остальной плавы нет. Из лица выводит маленькая гидра, да, то есть и метаморфоз как-то изменяется, то есть черномене нормального полового размножения. Вот у стифоидов, да, например, тоже такой жизненный цикл, типичный с полипами и медузами. И при размножении медузов берутся в весничной личинке плаву. Плава – это уже не слой на личинку, у нее есть эктодерма, по-другому слой с сожгутиками, и внутренний слой эктодермы. Там спасается желудок, да. Плава обычно плавает недолго, да, поскольку у нее нет утана, они способны питаться и живет, пока они зарасходуют в своей запасе, да, и еще надо в полипсии не работать. Поэтому обычно это коротко живущие личинки. А вот, например, у кораллов медуз нет в принципе, да, кораллов нет у медузоидного поколения, никогда не было. И поэтому у них расселительной стадии является личинка. Личинка у них устроена по-другому, чем кишечный полный с медузами. Кораллов, личинка питается часто, да, она имеет рот и может питаться плавцом и жить несколько недель. Только при таком условии она может достаточно далеко уплыть. Пример олимпиадного задания. Простого, 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 да. Значит, тут уже весь готовый жизненцикл нарисован и требуется определить, собственно, где здесь плав. Плава обозначена цифрой семьи, да. Какие тут еще стадии можно было бы принять за личинку. Вот эту, например, стадию, да. Значит, это эфира. Это она образуется в результате почекования полный пла. Это молодая медуза. То есть это не личинка как таковая, а это такая просто невзрослая медуза. И возникла она в результате бесполого размножения, да, поэтому личинку мы ее называть не будем. А личинкой здесь является то, что населось из яйца, да. Вот она плава под цифрой сезон. Так, ну вот эту схему я нарисовала, мы всегда знаем. Да, вот большая группа животных трахоформы, и вообще так называется из-за личинок особого типа, да, который в том или ином виде характера для них для всех, называется такая личинка трохофора. Трохи – это ресничные шнуры, полоски клеток с крупными ресничками, вот, а трохофора, значит, несущие ресничные шнуры. Как правило, эта личинка вот такой цивилизной формы, да, и за счет своих ресничных шнурок она, во-первых, плавает, путясь в такой общей оси, а во-вторых, она за счет этих ресничек питается. Когда реснички бьются, они подгоняют вот сюда пищевые частички, затем они транспортируются в руды. Тесты трохофора при необходимости тоже может жить долго в воде, пытаться, да, и выполнять хорошо свою сливную руду. А потом у горчатых человек, у которых в типичном виде, да, встречается такая личинка трохофора, происходит такой сложный, длинный метаморфоз, да, когда у личинки сзади части тела закладываются сегменты с параподиями, и потом число этих сегментов увеличивается, потому в момент, когда молодая оса поседает на дно, у нее уже есть, как обычно, десяток, полтора десятка сегментов с параподиями. Дальше червь еще обычно растет, новые сегменты вдруг появляются на заднем конце тела. Так, вот они, как они на самом деле выглядят, да, в фотографии. Вот плавающая прокопора, бьющая с вами ресничками. Вот, вот они такие. И это уже следующая стапля, когда она закладывается сегментом, да, называется метр. Это уже метрозетка, да, появляются щетинки. Бывает, что вот такая типичная плавающая личинка исчезает из жизненного цикла, я вам говорила о этом, да. Вот типичный пример. Это обычно происходит при выходе животных на сушу. Ну, в самом деле, у них личинки просто въезде плаваются, да, в наземных воздушных условиях или в почве, поэтому формируется какое-то развитие со скрытой личинкой, например, в дождевых червей. Это близкие родственники. У него щетинка у червей, да, но, конечно, в какой-то прокопору униклить не может. Поэтому у них развитие в коконе. В коконе на самом деле личинка есть, но она такая скрытая, я ее называю, скрытая личинка. И в коконе же формируется молодая роза, построение, напоминающее взрослых. Поэтому формально будет такое развитие, называемый пример. Во всех учебниках так написано, да, что в дождевых червей одно развито. Ну, вот этот опыт наших обычных дождевых червей, которые вы можете найти сами в коконе почвы-копаев, да, вот, формируется в кокон в результате деятельности пояска, поясок это особые сегменты тела червя, да, которые могут потерять полочку кокон и его наполнения, такой питательный дургом губьё. А вот это кокон австралийского гегазового дождевого червя, там развивается всего один маленький червячок, да, этот кокон, видите, размером небольшой палец чего-то. Пиявок тоже прямое развитие, да, тоже кончатые черви, но с первым развитием, потому что они, как минимум, лесноводные, а часто иноземные, у них тоже развитие идёт в коконе. Вот это, например, кокон медицинской пиявки, пиявочный первый, вот из двух, поих, 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 пиявочек. Бывает даже забота о том, когда пиявки носит кокон и своих детишек. Вторая большая группа трахофорных животных – это молюски. У молюстов только у самых примитивных представителей сохраняется стадия трахофора. Ну, например, у примитивных предпоногих молюстов, таких как морские мужики и морские глинечки, вот, и у, например, до пассыных молюстов, хитонов, у них типичная личинка трахофора, прям такая же, как кокончатых червей. Когда на них смотришь, то уже практически никакого сомнения нет, что молюсты и польческие червей – близкий родственник. Но большинство молюстов из лица выходит уже следующая стадия, более сложная, она называется великер, или парус. Великер – это, от латинского слова, вера, парус, а великер – это тот, кто ходит под парусом, тот, кто перемещается, плавает с помощью паруса. Соответственно, у великера уже есть раковинка, в нем уже можно узнать молюшка, даже по форме раковинки можем догадаться, к какому классу он относится, да, к какому классу молюстов. Если мы видим спиральную раковушечку, значит, это великер брюховой. Если двустворочную, значит, это великер брюховой. Парус – это две вот такие большие области, на голове, на которых сидят мощные реснички, а там же могут быть теплые чувства, глазки, органы равновесия танцисты, или гермашек, например, ресничку до своего паруса, и так вот это вот не лезет. Ну, поскольку держать в толще воды тяжелую раковинку довольно непросто, то он иногда отращивается и очень большой этот самый парус, иногда даже вот такой гигантский, там, несколько баллов в каждую область. Вот. Ну, и вот, наряду с этим, да, примитивные брюхоногии сохраняют их по форуму, только потом не бывают сзади великами. Значит, когда брюхоногие выходят на сушу или в пресные воды, да, великер для этого не очень родится, потому что великер не имеет, например, еще нормальных почек и не может хорошо справляться с пёсморегуляцией. Поэтому при сноводных молюстах великера, как правило, не бывает. Да, а вернее, он так же, как и скрытые вечерки дождевого червя, развивается внутри такого вот микроводоема, да, в данном случае, этот микроводоем – это яйцо. Вот клапка продалека, вот в каждом лице происходит следующее. Вот гробится лицеклетка, вот зародыш, потом формируется стадия похожего на ней, где она плавает внутри вот этого яйца, как в акваре, да, потом прямо внутри яйца происходит оседание на дно, то есть на стену яйца, да, и микроморкоз получается маленькой ниточкой. при этом веке исчезает, вот, и лучше развивается голова, нога и все, да, потом плитка из лица уходит, и внешне это выглядит тоже как прямое развитие. Ну, иногда же пущут прессы в воде моллюски и вовсе переходы живорождению, да, вот и парус переводит, так и будет живородка, да. Вот векеры двустворчатых. Двустворчатые моллюски животные подвижные, малоподвижные, поэтому их нам нужно варенье, вот так, чтобы залезать свою краску в воду, потом зародыши развиваются в банзере, да, в грудь отчинка веке. Вот он тоже с такими ресничными ушами, глазками, да, плавает, и у него заметно двустворчатая раковинка, то есть сразу понятно, чьи это личинка, чьи это пишет. Опять-таки, у пресноводных двустворчатых Вельгера быть не может, ну, за редким исключением, да, вот, есть три сцена, такой злобедный моллюски у нас, знаете, такой, три сцены. Ну, сейчас я нарисую, когда есть такой маленький двустворчатый моллюски, где мы были в ракушечке, она такая полосатая, да, полосатая. Это вселенец из Чёрного космейского моря, из того региона, который оказался очень устойчивым к перепадам солёности, и смог жить в речке, да, и благодаря этому двустворчатая она стала серьёзным вредителем, потому что она расселяется на всяких водозапорах, например, в Соружении, забивается на помешётки клубы, да, и приходится к ней всё время бороться. Ну, вот специфическая особенность этого геда это хорошая устойчивость к космотическому перепаду. Поэтому вот у дрейфсена даже есть великие. Иногда в Москве реке можно великих поймать, вот тогда это будет великий дрейфсен. А у ненормальных при сноводном моллюске, например, у зубов, которые сейчас на складе, да, у них тоже вискальность исчезает, и формируется особая личинка вот у всего отряда неониды, то есть у зубов, перловиц, да, у наших крупных личных створок, мячужниц. Развитие происходит со стадии блохидия. Вот про блохидиев как-то ещё часто книжки пишут, а про венитер их обычно не пишут. И у всех создаётся впечатление, что вот типичный для блохидных народных личинок это бластинка в них. блохидия это признак только одного отряда, то есть у блохидия на створках есть огромная судьба, а никакого веревого, никакого паруса мы не будем видеть. Да? Этот веревет выделяет нити такого шёлка висуса. При помощи этого висуса он прицепляется к рыбам, подтягивается по нитям висуса и вбивается в кожу рыбы. Дальше он там живёт в таком нарыве в рамке, который сделал, пытается кровью и тканями рыбей. И через несколько недель ротон вываливается уже в виде маленького моллюстра и поселяется на дни. Тут показано, как беззубка вынашивает своих грибов, этих самых блохидий, жабу. Вот это разрезчивость жабу, вот эти вот треугольные тёрнышки, похожие на крупинки в речке, да, это дважды нет. Поскольку это вот не такая неранная, не типичная стадия, да, гриб надо дорастить, кстати, и блохиди, это происходит в жабу с интересными моментами. Такая стадия нужна для того, чтобы глохиди, вот как только седла в рыбу, могли расселяться в реку против течения. Да, иначе всех этих глохидий в море унесли. У головоногих моллюстов, хотя они исходно-массовые жители, да, тем не менее, они пошли по пути к астротеи, то есть они производят малое количество потомства, но снабжают его большим количеством желтка и хорошо о нем заботились. Поэтому у них прямой разница, да, огромный пиатр, размером на конец сантиметров, где зародыш может находиться очень долго и уходит из лица уже такой сфандированный маленький, но уже узнаваемый кальмарчик, да, например, или вот каракатец. То есть это вот другая причина исчезновение истечных причин, да, у нас наблюдается сказ астротики. Очень часто у маленьких животных, да, у всяких микроскопических созданий тоже не бывает никаких свободно плавающих причин, потому что маленькие животные не могут произвести много потомства, да, поэтому они должны обеспечить выживание каждого своего потомства. и тогда он выходит уже что-то похоже, выходит по внешней среде, организм уже похоже на взрослый. Каковы я могу использовать очевидные примеры? Ну, например, витвисклусы, рачки. Да? У них нет никаких причинок, а есть партеногенетическое размножение, и с оботковой камеры выходит уже молоть по строению похоже на взрослых животных. Или, например, колократки, да, они все тоже маленькие, типичный размер меньше миллиметра, поэтому никаких вот таких вот плеченичных стадий не будет. Так, для тех, кто в курсе, какие-то немертины, да, немертины это черви с мягким очень растяжимым телом, снабженным большим количеством мускулатуры, мускулистой животных. Вот они, как правило, море, хотя есть исключение, да, есть даже натянные негертины, но типично вместо обитания это дно море. Они не сегментированные, делают какими-то слизью ясничками, вот у них тоже есть ясничная личинка, в общем-то при определенной доле воображения можно понять, что это производная от рахофыра, да, тоже есть ясничные шнуры, тоже личинка плавает толщина воды питается называемый стакарь личинка пиридий. И потом внутри этого пиридия происходит развитие тела будущего червя. Оно там развивается из нескольких зачаток, отлизавая эмагинальных дисков. Вот из них формируются органы будущего червяка. Затем этот червячок вываливается из своей личинки, а остаток личинчного тела ну либо просто погибает и личинка съедает. Ну и дальше негритин есть разные варианты преобразования жизненного цикла, когда личинки не уходят и вернутся прямой развитие. Ну и ресничные черви. Мы привыкли о ресничных червях говорить на примере планарии, но одной планарии сытной будешь. Лесничные червищи разные, их много. И у многих морских ресничных плоских червей бывают личинки. Эти тоже токропорного типа, когда есть ресничный покров и даже ресничные шнуры, при помощи которых можно плавать. Эти личинки могут даже пытаться. Ну и затем тоже есть в разных видах варианты, когда постепенно в стадии личинки исчезают и из лица выходит уже такой маленький червячок. То есть в конце концов развитие свойства в прямом развитии. И вот у клонарий так и происходит. Клонарии наши красноводные, поэтому мы, конечно, развивте прямую личную причинку не кучу. Вот они обкладывают коконы, маленький червячок. Вот это примерно то, что я рассказывала в прошлый раз. У меня такой вопрос. Надо ли нам сейчас говорить про личинок паразитических плоскочей? Не надо. Это всем наскучило, все знают. да? Окей. Вторая большая группа животных это щупальцы. Вот щупальцы считаются сейчас самыми близкими родственниками трохофобных животных, не в последнюю очередь потому, что в них есть тоже склонные ресничные личинки. Вот, например, хорониты, морские черви, живущие в трубках. Часто эти трубки закопаны в песок или даже они могут пробуравить камни из висковой породы и жить как-то это сверличие. И наружу из трубки или из норки торчит такой сложный щупальцев аппарат, что собственно их и называют всех трохофорными или щупальцев желудками. Они по способу питания фильтраторы фильтром служат вот эта система щупальцев. Вот у хоронит есть тоже ресничная личинка называется оптенотрока. Ну и так же как у трохофоров у нее есть какая-то головная лупость где наполнится первичный нервный центр. Вот и есть ресничный покров который в области рта образует щупальца вооруженные более мощными ресничками. С помощью этих щупальцев тенотрока питается. Это тоже личинка долго живущая в плантоне пулькотропная пулькотропная то есть питается пантоном и может в таком виде жить недели или даже месяц. А потом она испытывает довольно сложный принохоз, когда у нее на крышной стороне образуется сложное впяживание, а потом оно выворачивается наружу и собственно большая часть тела взрослого червя это и будет вывернутый наружу мешок. А вот собственно ресничных щупальцев остаются в щупальцев лопопыра. То есть ресничные щупальцы постепенно преобразуются в щупальцев аппарат взрослого живота. А вот эта вот часть тела она в процессе литомаркоза разрушается. Практически форамиды частично сама съедает и при этом съедает свою привычную нервную цепку. даже без такого своего гердичного мозга живет долгое счастье. Брахиопод вот они брахиоподы напоминают внешних исторических молюстов но вместо жабы и гмотевы полости вот такой тоже сложный лопопоп щупальцев аппарат в них тоже есть плавающие личинки с ресничками да на самом деле разные брахиопод они разные я решила что подробности узнать не нужно просто везде петушку это живой тоже есть дом и мяч и ушатки да ушатки как правило полуниальные животные животные колония состоят из множества отдельных домиков в каждом домике живет одна усыпь вот они домики да и вот лофофоры щупальцевые аппараты отдельно за рот мишанок они высовываются в домик для того чтобы питаться а при какой-то опасности могут втягиваться в домик в запасе мишанок тоже есть личинки личинки разных типов есть личинки вот такие которые питаются за счет желудка за счет запаса желудка и обычно в колонии таких мишанок есть прямо специальные особи в которых вынашиваются личинки то есть когда шампу помируют яйцо может поступать в такую специальную особь и там происходит развитие зародышей из этого яйца помируется вот такая личинка видите она тоже с лесничными шнурами в общем-то да и явно родственник торгового личинка но не питается живет за счет запаса желудка а потом вторично в шанах возникли вот такие вот личинки способные долго плавать потому что вот эти я даже видела живьем они далеко от своей родной колонии не выплывают они тоже отрядов ищут место где будем осесть побыстрее а если вид хочет эффективно расселяться то нужно есть личинка долго плавать возникли личинки вот такого типа называется цифонаутисы цифонаутисы плоский плоский важно что у этой личинки тоже есть видите ресничные венчики при помощи которых можно плавать и также фаронит здесь формируется зачаток тела будущего животного который когда личинка осела в дно выворачивается и этим местом личинка прикрепляется к дну затем расходим макоз из такой странной личинки возникает личный залог начинает очковаться и возникает целая колония все вот эти странные названия цифонаутис оптенотроха они возникли очень интересным образом поначалу это были латинские названия органит шел зоолог в фантонные сетки в воду набрасывал сетку моря тащил дальше смотрел провоку митроскоп увидел там всякие странные существа кто это поначалу никто не знал личинка это не личинка тоже даже не задумались вот какой-то латинское название цифонаутис описали разные виды с соответствующими видами но потом кто-то догадался эти причины поддержать лаборатории подольше понаблюдал что из них получилось получается шах и латинское название которое было дано теперь стало названием причинки точно так же было и с другими причинами например актенотрохи ранее актенотроха это было латинское название написалось по латыни он был род актенотрох для таких планок потом казалось что у личинок фаранит известно примерно в два раза больше чем взрослых в два раза больше видов примерно для половины личинок мы не знаем какой взрослый из взрослых ранит мировой фаран двадцать видов а личинок известно больше 50 ну и вторичные роты вторичные роты тоже есть личинки если вы понимаете что вторичные роты отличаются в первичном отдыхе то я буду сразу пролечить вот здесь вот личинка морской звезды представителей голокожих а здесь личинка полуфору значит личинка морских звезд называется библинария эсс миска и миска а миска И, по-моему, называемая причинка полу-кормовая. Полу-кормовая причинка называется дамма. Вот так они тут обе дорисованы. Что интересно про причинку глад кожи? Интересно, что эта причинка абсолютно двусторонне симметричная, в отличие от другого организма. Внешняя симметрия идеальная, и эта двусторонняя, попробую еще докопать. А причинка отчетливо двусторонне симметрична. У нее есть пищеварительная система. Вот здесь находится рот, здесь кишечник, голодок, замене кишка. Тут тональное отверстие. А для того, чтобы питаться, эта причинка тоже пользуется ресничными шнурами. У нее их два. Один называется преротовой, вот он. Другой называется послеротовой. Он больше, в очень сложной зоне. Поэтому, когда смотришь личинку на кожу, особенно в старшей стадии, очень трудно понять, как она устроена, и она очень страшна. Мы даже с девкой там всегда помогаем нарисовать, потому что с первого раза ей ничего не поймешь. И ресничные шнуры у этой личинки используются для плавания и для питания. То есть она подгоняет мелкие патрики, мелкий плантон к артунку, по помощи ресничек, и им питается. Но если посмотреть на торнале, на самом деле не так уж сильно она отличается. Значит, тоже есть кишечник, тоже есть ресничный шнур, очень сложная конфигурация. Единственное, что он будет такой единый. Он не подразделяется на преротовую послеротовую. Это такая единая конструкция. В общем, нужно для тех же целей. Вот как выглядит торнале. Вот, то есть я на сканирующем коробороскоп. А вот венчик ресничек используем исключительно для плавания. А вот это вот ресничный шнур, который очень сильно слипается и ограбляет такое вот около плавого поля. Вот эти реснички бьются таким образом, что пища разгоняется сюда. И вот тут находится рот, куда потом пища приступает. А потом в результате нитемаркозы из такой личинки вырастают вот взрослые полукордовые. Тут представлено кишечно-дышащее. Представляете, кишечно-дышащее. Вот такой вот червь. У которого есть область, бразничок и длинное туловище. Вот на туловище есть жабрянные щели, признак которых они предиспордают. Вернемся теперь к голохожим. Вот личинка у нас есть любая садская пенария. Вот мы ее уже смотрели. А у других классов голохожих сам типы личинок. Ну, например, у арбинтурских битежей, личинка изадская пенария. Вот две пенария голохожих. Значит, вот у нее кишечник, вот близничные шнуры. Это совсем ранняя стадия, тут еще все понятно. Вот предротолошник, вот после ротолошника. На брюшной стороне имеется такой изгиб. А вот тут вот видны зачатки целомических мешочков. Поскольку у иглокожих вторичного животных, их целом формируется всегда как у кишечника. Здесь это хорошо видно, потому что рядом с кишечником, слева и справа лежат, зачатки целомических мешочков. Вот как она выглядит, опять же, если использовать сканирующую, электронную кросту, да, вот лесничные шнуры, вот так же проходят аналии. Смотрите, да, здесь вот поворотка пищевая, туда леснички загоняют грелкую пищу. Вот, леснички бьются так, что создают, как бы, в каждой группе плотности маленький водоворот. Да, и вся пища туда где-то затягивается и довольно эффективно налогается. Правда, плавно такие личинки из-за этих водоворотов очень медленно, так на поворот, как говорят, не спешно. Они вырастают довольно большими, то есть у починок морской звезды перед метаморкозом она уже может быть миллиметр три размера. Очень хорошо питание дружит их глазу. И метаморкоз у них проходит тоже сложно, немножко напоминаемый метаморкоз номертик. То есть внутри тела личинки закладывается тело будущего животного, например, звезды. И часть личночных органов входит в полоте. Ну, конечно, кишечник входит туда, стилонические волоски входят в состав будущей звезды, да, а вот эти вот ресничные лопасти всякие, они потом отбирают. Поэтому при метаморкозе маленькая звездочка она выпадает из своего личинчного тела, да, перед этим она прикрепляется ко дну, личинка вот такими специальными присосками, протеолозами, и потом осуществляется метаморкоз, то есть звезда выбирается из своей личинки, а личинка погибает. Ну, если только ее не поймают, то не сидят, да. Вот такой метаморкоз называется кэтострофический метаморкоз, потому что часть личночного тела просто гибнет, с ним происходит катастрофа смерти, да, вот, и только часть личночных тканей идет на развитие морских звездов. Вот два ярких примера кэтострофического метаморкоза, вот иглокожий и гибнет. Особое развитие у морских лилий, когда вообще сменяются две очень разные и похожие личночные стати, вот, гулярия и глярия. Вот, поскольку морские лилии считаются самыми древними, такими примитивными иглокожими, с проникшимися горящими, да, то, видимо, им не моркоз. И, по-моему, он был похожим тут еще с вами, чем мы его сейчас знаем. Ну, дальше просто картинки, как были личинки, вот личинки фигуры, вот самые фигуры, змеехвостые, да, они чем-то, наверное, морских звезд, но у них очень маленькие, очень длинные и гибкие руки. И двигаются фигуры не столько за счет, там, галакральной системы, сколько за счет того, что изгибают и переставляют эти свои муки. А вот их личинки, афиатные трусы, да. Вроде бы на вебинале по форме совершенно похожи, у них грузы вырастают, по сути это то же самое. Вот тут вот есть пищеваренная система, да, вот тут вот как-то здесь личинки фигуры. Вот, то есть по большому счету личинки похожи. Вот личинки морского ежа, да, похожие личинки фигур, этим называются офео, фигурсы, личинки фигурсы, эхина фигурсы. Эхина, значит, колючий, ложь колючий, а личинка фигурсы. Ну и все знают, это исторический родов, да, что у кордовов бывают личинки такого типа. Эта личинка асцидии, да, это тоже расселительная стадия при ее прикрепленном в доме взрослых организме, есть плавающая личинка. У нее уже, собственно, закладывается в будущую пищеварительную систему, и отряды, полость, закладываются в жаберные щели, вот эта вот часть личинки соответствует телу будущего взрослого асцидии. Ну, сзади есть еще хвост, хвост нужен для того, чтобы плавать. В тымных хвосте располагаются корда, нервная трубка, большая часть, да, и потом при бедноморкозе все это исчезает. То есть тоже отчасти бедноморкоз катастрофическим, да, корда и нервная трубка взрослому организму не особо нужны, и, как у нас цели, в сравнении со своими детьми довольно безмозглого, такое создание, да, беспредельное, вот, вот, такой тупой, неподвижный, и трат, вот, все, что умеет, прокачивать волочек из себя. Вот. Ну, а уже, там, у, я не знаю, у ацетиков, да, у позвоночника, конечно, никаких причин и фактических пониманий нет. А того, к чему мы пришли, да, что и у ниши, у многоклеточек, да, у губов, встрекающих, на самом деле, и у тратокотов, и у щупальцев, и у вторичной рот, есть ресничные личинки, которые, так или иначе, используют ресничный способ передвижения, да, иногда те же реснички используются еще и для того, чтобы питаться, а питаться нужно, чтобы дольше плавать и дальше расселяться, да. Ну, вторичные ресничные личинки могут исчезать, например, когда уходят в прессную воду, в режиме на суше, или в каких-то еще особенных обстоятельствах, да, есть, собственно, есть, собственно, всего одна большая линия животных, это линяющая, в которых ресничных причинок не бывает. Ага. И тогда мы сейчас примемся, а потом будем говорить про причин линяющих. Хорошо? Пять минут на десять, кто его поверит, и прийти всегда лучше.